Глобус Оказывается, изучать глобус – очень завораживающее занятие. Именно глобус, а не плоскую карту. Сколько сразу возникает эмоций, глядя на этот шарик? Можно почувствовать себя счастливым человеком, хотя бы от того, что ты родился не в Африке. Или вот с гордостью смотреть на родину, мать нашу, которая так большая, что аж вон прям загибается за горизонт. Или вот, к примеру, Америка, вот, к примеру, тут вот где-то вот. Но, знаете, при этом как-то становится грустно от того, что жизнь проходит, а мы еще так много всего не видели. Детские мечты о необитаемых и далеких островах так бы и остались мечтами. Но случаются какие-то события или звезды поворачиваются нужной стороной, и ты уже не мечтаешь, а собираешься в дорогу. Исландия – то место, куда стремится попасть каждый, кто отдыху на теплом пляже предпочитает первозданную природу. Но путь на остров для меня был не совсем прямолинейен. В то время как группа байкеров, стартовав из Москвы разными путями, но все же двигалась в сторону парома в датский город Хирстхалс, я отправился на самолете совсем в другую сторону. В немецкий городок с красивым и поэтическим названием – Heilink-Reunstahl-Nach, что в переводе означает «источник у святого камня». Ну, это и без перевода понятно. Типичная картина для небольших городков, разбросанных по всей Германии. Чистота, ухоженность, с экологией все в порядке, на улочках пусто. Народ встречается или в местных ресторанчиках, или в продуктовых магазинах. Глядя на все это, понимаешь – жизнь в таких местах проходит размеренно, не торопясь и однозначно не в борьбе. По количеству мотиков у этого дома можно смело сказать – здесь живет настоящий байкер. А по наличию огромного внедорожника – что этот байкер из России. Для меня и еще двух участников путешествия все начинается именно здесь. Ветер фигачит в лицо, за спиной примотанная скотчем подруга, а между ног болтается такая классная железяка. И хоть мне вообще нравятся все красивые эмоции, действительно завораживают, но вот чё-то я не байкер. Даже в душе. Да потому что в четырехколесной технике для меня больше романтики. Ну тут уж, как говорится, каждому своё. Мы все прекрасно знаем, что такое для путешественника день сборов. У автомобилистов он называется день последней гайки, это когда последний болт в машине уже не закручивается, а просто забивается в ночь перед стартом. А вещи порой, ну так, закидываются лишь бы были, а там уже разберемся. Здесь я наблюдаю несколько другую, совершенно непривычную для меня картину. Всё практически собрано и решается очень важный для байкера вопрос – что одеть? Вот кто меня любил, никому я не нужен, одиночество мою делать. Конечно, Исландия не была мечтой моей жизни, так если честно. Но, знаешь, как я считаю, что у тебя есть возможность как в Исландию на мотоцикле не воспользоваться этой возможностью, это преступно. Не, ну если у тебя есть возможность поехать в Исландию на машине, не воспользоваться этим было бы преступно. Таким образом, 4 года спустя я снова еду на внедорожники, но уже в большой и незнакомой мне компании байкеров. Сложностей особых не будет, но честно скажу, что, конечно, меня смущает, что у нас такая большая компашка. Смущает. Я, наверное, всё-таки буду стараться держаться немножечко особнячком. Потому что, ребята, все молодые, активные и здоровые, а я всё-таки, понимаешь, у меня как бы низкойная задача, я пытаюсь вернуться к жизни. Потому что всё-таки второй инфаркт, и я быстро устаю. То есть гораздо быстрее, чем, ну, если я на аналитическом состоянии. Я волнуюсь. Ну, тут, как говорится, тише едешь, и всё будет нормально. Ну, не знаю, я на мотоэкспедиции такого типа давно не ездил. Ну, не знаю, я на мотоэкспедиции. Ну, не знаю, я на мотоэкспедиции. Чуть больше 800 километров и немецкие названия городов сменятся на такие же заковыристые, но датские. Наш путь лежал на север Дании, в маленький портовый городок Хирсхалс, в окрестностях которого мы встретились с остальными участниками путешествия. Знакомьтесь! Ну вот, когда вся команда наконец-то в сборе, самое время узнать, что нас ожидает в ближайшие две недели. Но об этом знает только один человек. Роман Степанов. Великие дела? А что же ещё? Он нашёл на глобусе Исландию, придумал водопады, выкопал кратер, откопал гейзеры, растопил ледники. Если что-то нам не понравится... В общем, покидаем материк, паром, едем на остров, через пять минут стартуем, через два часа отплытия. Все вроде готовы, суета какая-то такая, но я один только расслаблен. Но через два часа отплытие не состоялось, потому что вон тот единственный паром, соединяющий материк с островом, опаздывал как раз на эти два часа. В Исландию он попадает каждый девятый или десятый день, поэтому в великий сезон, а это с середины июля до середины августа, на пароме почти аншлаг. То есть примерно три тысячи человек и 800 единиц техники едут туда же, куда и мы. Небольшая часть высадится на фарерах, а львиная доля путешественников поедет дальше, в Исландию. Если двигаться по Германии в сторону Дании, то невозможно не заметить большое количество кемперов. Ну эти могут ехать вообще в любую скандинавскую страну, а вот заряженные внедорожники и большое количество байкеров, которые попадались нам по пути за многие сотни километров до парома, оказались в той же очереди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok